В телесочном сельсовете «Новый глава». Досрочные выборы там состоялись в минувшее воскресенье. Новостройки поселка Красное проинспектировала комиссия во главе с руководителем Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. Тысячи горожан пришли в эти выходные в гостиную Деда Мороза. Это ежегодная ярмарка-мастерская, собирая тех, кто может показать, рассказать и научить, как встречать Новый год в лучших традициях. В Норде проходит традиционный ежегодный турнир всероссийского проекта «Минифутбол в школу». В соревнованиях принимают участие 20 команд из окружной столицы и поселка Искателей. Здравствуйте! С главными событиями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. В телесочном сельсовете «Новый глава». Досрочные выборы там состоялись в минувшее воскресенье. Участие в них приняли жители сразу трех населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Это Тельвиска, Макарова и Устье. По данным местного избиркома, явка на выборах составила чуть больше 38%. Таким образом, свои голоса дали порядка 250 человек. Напомню, за пост главы телевисочного сельсовета боролись шесть кандидатов. Это выдвинутый партией «Единая Россия» директор муниципального предприятия «Энергия» Дмитрий Якубович, сторонник ЛДПР, воспитатель Наринмарского детского сада «Ромашка» Людмила Тайбарей. Еще четверо кандидатов пошли на выборы в порядке самого движения. Сотрудник регионального департамента строительства и ЖКХ Артем Щербинин, пенсионер Сергей Задорин, безработный Владимир Юрьев и Анатолий Дуркин. По итогам голосования победу в выборах одержал представитель «Единой России» Дмитрий Якубович. За него проголосовали около 72% избирателей. Что касается других претендентов на пост руководителя муниципального образования, то так, например, Анатолий Дуркин и Сергей Задорин набрали по 7% голосов. Более скромные результаты у Людмилы Тайбарей и Владимира Юрьева. Они не преодолели отметку в 6%. Добавлю, выборы в Тельвийске проходили в связи с тем, что в сентябре действующий глава Александр Чурсанов досрочно покинул свой пост. Теперь он является депутатом регионального парламента. Красное ждет новоселье. Поселковые новостройки перспектировала комиссия во главе с руководителем Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. В частности, делегация посетила 4 строящихся дома для оленеводов и детский сад, который был закрыт, а ремонт еще летом, но до сих пор не готов к приему детей. Подробности далее. На учете Департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешними связями Ненецкого округа состоят более 50 оленеводов и чумработниц, нуждающихся в жилых помещениях. Оленеводы, стоящие в очереди на получение жилья, проживают в Индике, Каратайке, Нарменом, Носе, Красном, Неси, Оми, Усть, Каре, Харивере. Четыре новостройки в Красном полностью закроют очередь нуждающихся в этом населенном пункте. Все дома стоят, назовем это так, у всех тепловой контур закрыт, значит, ведутся внутренние отделки. Я думаю, что мы к концу года, все дома будут уже завершены, я думаю, что у нас будут небольшие замечания к поделке, которые будут устроены с 1 по 10 января. Пока все будут отдыхать, наши коллеги-строители, я думаю, доведут все до ума. Дома практически готовы к сдаче в эксплуатацию. Подрядчик обещает, что в начале января новоселы получат ключи от своих квартир. Надо отметить, что каждое жилое помещение имеет индивидуальную систему подогрева воды, скважину, септик. Это позволит жителям сэкономить на коммунальных услугах. По сути, дом строится всего три месяца. То есть с нуля и до сегодняшнего дня. За три месяца можно... За три месяца. Хороший танк. У нас здесь он из чего? Пеноблок. Железобетонный фундамент, пеноблок, перекрытие деревянное. Еще один объект – детский сад. Планировалось, что ремонтные работы здесь завершатся еще в октябре. Но обнаружились отклонения в проектной документации, увеличился объем работ и, соответственно, сроки их завершения. И когда вы планируете сдать второй этаж полностью? Второй этаж в ближайшее время? Нет, второй этаж. То есть это подключиться унитазы, умывальники, запустится все в эксплуатацию в ближайшее время? В ближайшее время понятие очень растяжено. Для кого-то это год, для кого-то это два дня. Сколько для вас в ближайшее время? Мы вообще рассчитываем к концу года полностью. Нет, к концу и садику. Я вам на своем личном опыте объясню, чем быстрее вы начнете отмывать и закрывать каждую комнату в отдельности, тем быстрее вы сможете сдать. По оценке специалистов, второй этаж детского сада готов на 95%. То есть работа подходит к завершению, что нельзя пока сказать о первом этаже. За 38 лет существования здания подобные работы проводятся впервые. Подрядчик ООО «Капиталстройнау», с которым учреждение заключило контракт на общую сумму 35,59 миллионов рублей, приступил к работам в июле. Не были качественно проведены изыскательские работы, вскрыли полы. В общем-то было, так сказать, выявлено достаточно замечаний, которые были не учтены в проекте. Поэтому их в плановом режиме все учли в проектной документации, соответственно сроки сдвинулись. Реальный срок, который озвучивают для открытия отремонтированного сада – 15 января 2019 года. Сейчас во временном садике воспитываются 32 ребенка, дети ходят в две дежурные группы. Всего же в детском саду числится около 100 детей. Ольга Русул, Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В преддверии Нового года в Наринмаре и поселке Искателей полным ходом идет подготовка и монтаж праздничных конструкций. Часть работ уже выполнена и, как результат, центральные улицы заметно преобразились еще за месяц до торжества. Наталья Кислякова и Инна Берникова выясняли, как оценили такие изменения местные жители. Поселок Искателей всегда отличался ярким новогодним убранством. Каждый год здесь старательно украшают центральные улицы и, конечно, главную площадь. Сегодня на своем месте уже стоит высокая праздничная ель. А неподалеку появились незаменимые символы предстоящего праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Ростовую куклу животного, которая символизирует предстоящий год по восточному календарю, установят чуть позже. 8 числа у нас будет проходить мероприятие по открытии елки. Значит, на этом мероприятие с 12 до 14. Будет проходить мероприятие, будет переходить движение, дорога, ну, будет интересно. Приходите. Подготовка к празднованию Нового года полным ходом идет и в окружной столице. Заметно преобразила центральную часть города архитектурно-художественная подсветка административных и социальных учреждений. И, как заявили в профильном департаменте, это еще не конечный результат. У нас достаточно много планов. Один из них – это Аллея Славы, которую мы сейчас активно проектируем с архитекторами. У нас небезызвестная уже так называемая «фишка», да, она же рыбка, которая будет рядом с Аллеей Славы стоять, чуть-чуть, если смотреть на Аллею Славы, левее. У нас активно сейчас будет разрабатываться проект пешеходный, ну, она и так уже пешеходная, но развитие улицы Смедовича, это то, что касается центральной части, и мы активно работаем с городом. Новогодние украшения заменили и на площади имени Ленина. Здесь установлены новые арт-объекты. Олени, упряжка и чум наверняка станут излюбленным местом для семейных фотографий. Я очень довольна, я рада, что мой сын и вообще дети города Наринмара могут наслаждаться этой красотой вместе с нами, взрослыми. Очень хорошо, поднимает настроение. Парень танцует у нас, ему нравится, он идет и говорит, пойдем посмотрим, а что там натворили, а что тут натворили. Я говорю, пойдем, вот, пошли смотреть, что там натворили. А сейчас, современно, все молодежь сейчас, все старики, мы ходим, вот, любуемся, радостно, радостно, что мы... А как вам подсветка на зданиях? Подсветка очень хорошая, красивая, очень красивая. То есть не хватало, да, ее? Да, не хватало. Темнота была, ну, еще эти лампочки, там, 3-4 лампочки, темнота. А сейчас приятно даже, придешь, вот, как молодой идешь. Несмотря на то, что до новогодней ночи еще целый месяц, настроение у жителей Заполярья уже вполне праздничное. Что касается открытия главной елки округа, то оно состоится 16 декабря. Наталья Кислякова, Инна Бердникова, Александр Дуркин, Вести, Заполярье. Наринмар готовится к Новому году. Тысячи горожан пришли в эти выходные в гостиную Деда Мороза. Это ежегодная ярмарка-мастерская, собирает тех, кто может показать, рассказать и научить, как встречать Новый год в лучших традициях. Подробности в нашем репортаже. Пожелания от матушки зимы, пожалуйста, крутите и вытаскивайте, что все сбудется. Предсказания здоровья, добра и веселых праздников. Например, нашей съемочной группе зима пожелала нескучных выходных вне дома. Ажурные ангелы на елку, вязаные варежки, медовые пряники, песни, танцы. Словом, все атрибуты настоящей ярмарки. Дом Нового года собрал под своей крышей лучших мастеров из Ненецкого округа. Гостиная и мастерская открыла двери сегодня для всех желающих, для гостей, для нашего города. Подготовка к Новому году на всех трех этажах Дворца культуры Арктика, в Зимнем саду, в этнокультурном центре, как всегда. Много мастер-классов, много сувернирной продукции, то, которую делают наши замечательные мастера своими золотыми руками. Более 40 мастеров, огромное количество творческих площадок. Размах нынешней ярмарки мастерской по меркам Нарьинмара поистине громадный. Кажется, что весь город пришел сюда. И на трех этажах КДЦ стало тесно. За столом идет работа над гномиком. Гномиком на елку. Это такой детский простой мастер-класс, вот, если видно. И с которым могут спрятаться даже малыши. Да? Давай распутаем с тобой чуть-чуть. Сколько человек, ну, вообще, практика показывает, да, мы здесь каждый год работаем, что за два часа у нас успевает, ну, порядка 20 человек. То есть, все зависит от сложности мастер-класса. А этот мастер-класс рассчитан на взрослых модниц. Удивительно красивое льняное колье от мастерицы Марии Феликсовны. Не дает пройти мимо. Уровень сложности средний. Время изготовления – полтора часа. Сложно? По-моему, нет. Ну, это третье колье получится прям на пять и очень быстро. А за этим столом идет кропотливая работа. Каждый желающий может своими руками изготовить открытку для постояльцев Пустозерского дома-интерната. У нас начаются вот такие открытки с картиночками. Картиночки у нас очень много, разные. Выбирают, люди выбирают и наклеивают на свой вкус. Добрые новогодние пожелания на самодельных открытках бабушкам и дедушкам. Антонина Сазоновна с любовью подбирает для своего послания узоры. А пока делает, обдумывает текст поздравления. Любимому другу там желаю в новом году много радости. Головья особенно. Устарел, устарел, чтобы не радостно пришли. И вот видите, я ему какую-то кубичку приготовила. Такую новогоднюю, даже с веселенью. И я увидел, и ему было приятно. Новый год кубический, научно-фантастический. Третий этаж ярмарки заняли современные технологии. Конструирование, программирование, управление дроном, рисование песком, мультипликация и робосоревнования. Третьеклассник Рома Шевердин показал мастер-класс по собиранию лего с закрытыми глазами. Ну, я могу собрать с закрытыми глазами самолет, ну, аэроплан. А как быстро это происходит? Сколько времени? Ну, наверное, минут две. А пятиклассник Кирилл Кузнецов сам проводит мастер-класс по мультипликации. А заодно ищет новые таланты. На его счету уже два мультфильма. Сергей Юрьевич Ладыкин, фотограф. В принципе, я его таким знаю. Он меня показал, как фотографировать, как вообще снимать, кадры, это все совместить, монтировать и так далее. 62 музыкальных номера, более 70 музыкантов. На протяжении всего мероприятия учащиеся и учителя детской школы искусств создавали новогоднее праздничное настроение. Второй год подряд этот культурный центр организует такое замечательное мероприятие «Дом Нового года» и организует музыкальную площадку. Мы с удовольствием принимаем это приглашение для участия. И у нас просто очередь стоит желающих поучаствовать в этом концерте, потому что очень доброжелательная атмосфера, обстановка и очень новогодняя. Более тысячи горожан посетили Дом Деда Мороза. Это значит старт празднику дан. Еще каких-то пара недель и Новый год на пороге. Ольга Руслова, Вадим Носкин, телеканал «Север». В эти дни в Норде проходит традиционный ежегодный турнир всероссийского проекта «Минифутбол в школу». В соревнованиях принимают участие 20 команд из окружной столицы и поселка «Искатели». Они определяют лучших в четырех возрастных категориях. Итоги состязаний подведут на этой неделе 11 декабря, сразу после проведения решающих матчей. Мой коллега Иван Кутейников побывал на игре ребят 2005-2006 годов рождения между футболистами второй городской школы и сборной поселка «Искателей». С точки зрения турнирной борьбы этот матч уже не имеет особого значения. Команда поселка «Искатели» по итогам предыдущих игр досрочно забронировал за собой первое место в группе. Впрочем, поединком для «Галочки» это противостояние назвать нельзя. Все-таки подобные турниры с участием школьников в регионе проводят нечасто, а матчей не так много. А потому для ребят и тренеров важен каждый из них. На правах фаворита команда «Искателей» открывает счет уже в начале встречи, но какого-то ощутимого игрового преимущества у лидеров нет. Чуть позже футболисты второй школы не только догоняют соперников, но и выходят вперед. 2-1 по итогам первого тайма в пользу сборной второй школы. На вопрос о том, за счет чего они собираются удержать преимущество, ребята отвечают просто. Выбивают матч и вратарь, чтобы тащил. Есть уверенность, что выиграете этот матч? Мы уверены. Но спортсмены из поселка «Искатели» анализируют первую половину матча более детально, но также знают, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию и переломить ход противостояния. По тренерским установкам немножко наши ребята не выполняют всю основу, которую дает тренер. Какие именно установки не выполняются? Допустим, тренер говорит нашим игрокам, чтобы вот вратарь закидывал на ворота, а игрок стоял перед вратарем, мешал ему. А тем самым получается, что защитник накрывает этого игрока, и у нас ничего не получается. И вот сейчас будем пытаться как-то это исправлять. Проект мини-футбол-школы в Заполярье, он реализуется с 2007-го. Но едва ли не единственная возможность для местных мальчишек получить шанс выступить за пределами региона. Поэтому в турнире всегда участвует большое количество команд. Уровень команд у нас поднимается каждый год. Две-три команды борются за призовые места. Ну, то есть, идет упорная борьба в группах. Две-три команды. И, ну, у нас уже, в принципе, не первый раз команды уже становятся победителями Северо-Запада. И действительно, наши спортсмены отправляются на выездные турниры не просто отбывать номер, а каждый раз стараются навязать серьезную борьбу с соперником. Более того, у окружных школьников уже есть успехи и на всероссийском уровне. Становились неоднократными ребята победителями Северо-Запада. Выезжали на финалы в город Москву. Там себя неплохо показывали. Самый лучший результат, конечно, у нас второе место на финале этого проекта в городе Москва. Это было, ну, не соврать, наверное, в 2014-2013 году. Точно сейчас не помню, да. Поэтому, что люди хотят, тем более футбол-спорт номер один, и детей очень много желающих заниматься этим видом спорта. В этом году от нашего региона в следующем этапе соревнований примут участие победители всех возрастных групп. То есть, на турнире Северо-Запада, который пройдет уже в следующем году, Ниньцкий округ представит сразу четыре сборные. Что касается итогового результата матча между командами второй городской школы и поселка Искателей, то победу все же одержали последние. И подтвердили, что свою группу они выиграли отнюдь не случайно. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, Вести Заполярье. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Решма». Субтитры создавал DimaTorzok